добрый день дорогие друзья сегодня мы устроились под грушей благо нету рядом со мной баба и мы немножко поговорим о техниках о психотехниках которые существуют и которые находится в поле зрения большого количества людей то есть первое с чего люди как правило начинают они думают вот этот йог шел к просветлению очень долго медитировал под балбабом и я тоже сяду в такую же позу и буду медитировать точно так же как он и тоже у меня случится просветление смотрите господа условия в которых медитировал йог и условия в которых медитируете вы они разные более того компьютер йога портовой да и ваш компьютер они отличаются они отличаются емкостью памяти оперативной процессором и так далее и соответственно игровые задачи когда приходил йог и когда пришли вы они различаются ключевое здесь будет есть сознание которое формирует вот этот материальный мир и формирует его через точку приложения внимания первое что проявлено в этом материальном мире это наше физическое тело но надеюсь с этим уже никто спорить не будет такая база которая очевидна и вот садясь под балбаб и отключаясь внутри медитации что мы делаем мы выключаем мир внешний и входим в какое-то равновесное состояние дзен в пустоту когда нас ничто не беспокоит нам хорошо но точку внимания мы не приложили и таким образом сознанию как таковому продуцировать что-то новое в этом материальном мире нет возможности и она вынуждена показывать вам в дальнейшем при возвращении старый фильм фильм который снят для неосознанной жизни еще по приходу в эту жизнь и вы продолжаете играть в тех же условиях в которых вы играли потому что новые условия как таковые господа вы не создали но при этом каждый человек садясь вот в эту медитацию в такую под балбаб он рассчитывает на то что он сейчас вот войдет в гармоничное состояние его гармония в жизни выстроится а что надо для того чтобы выстроилась гармония в жизни для того чтобы выстроилась гармония в жизни надо приложить внимание к тем параметрам который вас беспокоит от которых вы пытаетесь убежать через дзен и здесь оказывается как мы можем выстраивать их мы можем выстраивать их через физические действия до материальном мире то есть грубо говоря поругался поехал попросил прощения мы можем выстраивать их через направление внимание мы можем выстраивать все зависит от того какие проблемы например если у вас проблемы по здоровью все равно так или иначе надо будет работать с физическим телом проблемы там по бизнесу надо будет работать бизнеса но ключевое нам надо будет приложить точку внимания к проблеме нам надо будет осознать зачем она в нашу жизнь пришла надо будет осознать вторичную выгоду от нее и изъять проблему что мы делаем по сути дела когда вот я проговариваю вот все это это психотерапия мы находим травмирующую ситуацию и ее пытаемся удалить травмирующая ситуация она была на нее среагировала тело в теле остался какой-то отклик там произошел зажим и там прошла произошла поломка грубо говоря вы ехали в автомобиле воспользовались кнопочкой бардачка неправильно и кнопочка бардачка сломалась да и вы остались без бардачка не можете вы теперь им пользоваться нормально вот так и в нашем теле вот что надо для того чтобы вот эти кнопочки они не ломались надо чтобы то что у нас на нашем диске соответствовало тому что на диске сознание того сознания которое есть тоже мы и которая сформировала эту игру но когда мы вынесли вы вышли в дуальность в отделенность у нас получилась рассинхронизация программного обеспечения более того у нас дана еще программа ума которая нам хаотично вносит всякую башку всякую дурь в голову да включая нас вот в эту внешнюю игру на для этого и создана чтобы нас втянуть в игру и соответственно в этой внешней игре через травматику через определенной ситуации через все вот это формируется определенные убеждения программы новые программы рождаются да то есть одно рождает другое эти программы не соответствуют тем замыслам которые есть более масштабного плана и получается как бы сказали эзотерике энергия не течет да так вот что сделать чтобы изменить и синхронизировать гармонизировать наше программное обеспечение по сути это называется расширением что сделать для того чтобы мы могли расшириться до вот этого вселенского масштаба для того чтобы гармонично воспринимать вот эту информацию надо эти программы просто отработать и удалить так вот если мы их будем отрабатывать удалять через просто через ментал это одна тема через энергетику другая тема но есть еще проявленный мир и в этом проявленном мире это все удаляется через действие через проживание через осознавание и это такая целая целая игра целая игра в саморазвитии в развитие повышение частоты в исследовании своих возможностей всех кнопочек которые заложены в нашей психике в нашем автомобиле под названием тело любом случае садясь под баобаб надо понимать что просто в дзене просто в дзене будет просто отключение а для того чтобы было не просто отключение а было осознанное формирование так или иначе нам придется окунуться в материальный мир так или иначе нам придется начать работать с нашими убеждениями с нашей системой ценностей так или иначе нам не удастся убежать от ситуации от тех ситуаций которые мы создали от которых мы пытаемся сбежать через дзен так или иначе нам придется восстанавливать наш энергообмен, потому что травмирующие ситуации, они отражаются в теле через блоки, а блоки это уже энергетика. Там целая машина работает, знаете, вот как у нас в теле есть кровеносные сосуды, круги кровообращения, венозные, артериальные, органы и так далее. В психике точно так же все зеркально устроено. И взяв и вырвав из контекста что-то одно, гармонии не получается. Если работаем, то работаем комплексно. И здесь получается, что так или иначе нам придется отрабатывать и материальный план, и физическое тело, и учиться работать с вниманием, и учиться чувствовать, ощущать, проживать. Это все придется. И учиться работать с вниманием. И, наверное, самое ключевое, если уже подвести итог, самое ключевое, с чего имеет смысл начинать учиться, это умение чувствовать, умение чувствовать и умение управлять своим вниманием. Но видите, как все устроено. Я бы сказала, ребят, не садитесь тогда под баобаб, да? Но я так не говорю. Умение чувствовать и умение управлять вниманием возможно только тогда, когда вы отключитесь от внешнего мира, когда вы сядете под баобаб. Будет ли это баобаб или не баобаб, это ваш выбор. Но в любом случае надо уйти в свой мир внутренний и надо начать учиться исследовать свои внутренние состояния, внутренние ресурсы, внутренние возможности. Именно это путь к осознанности. Ой, с вами была я, Наталья Зайцева. Идем под баобаб. Баобаб.